и вот это вот очень важно понимать осознавать это очень большой большой рычаг для самореализации для настоящей самореализации насколько вы насколько вы видите себя как человека который улучшает мир который помогает другим людям это очень важно то есть не только быть человеком которые берущий да главная часть вторе которую мы развиваем себе это становиться человеком который дает другим людям уподобляется всевышнему всевышний дает всему миру и мы с вами тренируемся тоже быть такими вот проводниками вот как я вижу до жизнь человека у каждого из нас есть потенциал вот мы приходим в этот мир как как заготовка такая и вот эта заготовка она имеет неограниченный потенциал развития то есть она может превратиться в там совершенно как бы ей не надо ни во что превращаться у нее есть мы просто раскрываем то что есть в нас и выводим но максимальное раскрытие того что есть человеке это соединение со своей божественной душой с богом который есть уже внутри виде божественной души и вот это вот соединение но возможно через через определенные действия через определенные знания как например маленький ребенок маугли да он живет в лесу он думает кто волк потом его люди взяли говорят и не волк ты человек он думает интересно кто это человек ему объяснили у него расширяется сознание а есть еще мир ему показали мир он объездил весь мир у него расширилось сознание он узнал о душе он узнал о теле он узнал о том узнал об этом то есть каждое знание расширяет сознание и когда ты узнаешь что у тебя оказывается есть божественная душа и у тебя есть связь со всевышним это есть максимальное расширение сознания которое достигается как через изучение торы заповеди и добрые дела все 13 глава мишлей вы с вами удостоились что мы можем изучать мудрость царя соломона великого царя соломона сына царя давида который был царем в иерусалиме царем в израиле построил первый иерусалимский храм 2800 2900 лет назад примерно то есть это вообще удивительная у нас есть уже есть расширение сознания которая которая просто удивляет я закончил вчера как раз закончил слава богу хочу поблагодарить всевышнего за то что я закончил комментарий на коллект на экклезиаст закончил уже значит таком же формате удобном как мишлей сейчас осталось только вот его отредактировать и с божьей помощью издавать уже скоро будет издана книга и будем двухтомник можно будет заказать двухтомник уже до мишли и коэлит так что очень когда вы заказываете книгу мишли то вы одновременно помогаете помогаете как бы усиливаете вот этот вот процесс что выйдет книга следующая коэлит потому что она все одно за другое есть знаете как в есть мишна перте вот что митсва горе рет митсва заповедь вызывает заповедь и авера вызывает преступление вызывает преступления награда за заповедь заповедь награда награда условно оплата за преступление еще одно преступление поэтому когда мы делаем любую заповедь то она является мы запускаем целый процесс и появляется новая заповедь которая дает еще большую силу и новая заповедь еще большую силу хорошо все друзья 13 глава 1 отрывок бен хахан мусар а значит сын мудрец мусар а мусар это как мы знаем наставление но которая такое жесткое состраданием наставления да сейчас мы разберемся в этом то есть говорит нам царь сам он прям утверждает что сын хахан появляется только от мусара только от страданий которые дает ему папа в лец лец это насмешник лошама геара насмешник не слышит гера это наставление значит говорится нам здесь такая следующая формула вот мы возьмем любой процесс развития я сейчас хочу эту формулу расширить как бы на общее понимание не только на воспитание сыновей а просто как бы общее понимание этого духовного закона как человек развивается вот сидит человек например он сидит ничего не делает ничего не делает ничего не делает ничего не делает сидит на диване кайфует тут у него начинается страдание ему кушать хочется это же страдание страдание хочется у него кушать а на диване так хорошо сидит так удобно он сидит значит а куша то хочется и вот момент когда у него чувство голода она усиливается доставляет ему уже страдания которая уже сильное страдание то это чувство голода но его по-любому заставить стараться дивана и он стал с дивана то есть вставать с дивана тоже тяжело на это нужно нужно это выход из комфортного состояния лежания на диване но вставание с дивана она была обеспечена страданием от голода он идет открывает холодильник открыл холодильник пусто были а куша то хочется значит надо идти работать надо идти что-то делать и так далее то есть мы видим что так всевышний создал мир что нас двигает в правильном направлении двигает страдание если бы не было боли то люди бы умирали бы как вообще как мухи ничего не болит ничего не болит болезнь развивается 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 оп умер сейчас как происходит начинает болеть ты думаешь может рассосется сильнее болит не надо идти к врачу пошел к врачу диагностика у вас болезнь а как же схему переносим на воспитание детей вот есть ребенок он балуется он плохо себя ведет он и так далее родители говорят ой какой он хороший мальчик какой хороший мальчик молодец все отдыхай делаешь хочешь это называется жестокость по отношению к ребенку сын ха ха мудрец он появляется только от того что папа его значит дает ему мусор поэтому мусор раньше конечно было вообще жестко жизнь была пожестче чем сейчас сейчас мы живем самый комфортный период жизни который только был за историю человечества но раньше было принято детей били розгами какими-то там ремнями какими-то их вообще детей просто очень сильно как бы воспитывали и но не знаю что получалось мы в то время не живем не будем создаваться в воспитательные системы в америке есть поговорка но пейн но гейн нету боли нету прибыли в спорте есть поговорка нет гриппатуры нет развития до болит значит развивается в жизни так устроено что развитие идет через боль все можешь в это верить можешь не верить можешь применять можешь не применять но у меня есть один тренинг называется победитель лени тогда в первый урок называется полюби напряжение только тот кто любит напрягаться любит вот эту боль он на он готов к развитию то есть он будет работать больше чем другие будет больше развиваться лет насмешник ложь а маяра он не слышит никаких наставлений. Он говорит, да, все это такое, да, все это. И уходит, куда уходит на смешник? В игру, в какую-то компьютерную игру и так далее. Понятно, да? То есть, мудрец развивается только через мусар Аф. Если мы это перенесем наставление такое состраданием отца, если мы говорим, что Бог, Аф, отец это Бог, то тогда получаются все страдания, которые Бог дает человеку. Как мы говорим в псалме, читают его на пятый день недели, когда я стал религиозным, приехал в Ишиву в Израиль, я приехал, у меня были реально очень сильные такие стрессы, проблемы, страдания, то есть было очень много таких, знаете, бывает, что прям жизнь бьет мордой об стену, потом в другую стену, потом закрывается шлагбаум, потом открывается яма, потом черная полоса, черная полоса, черная полоса. И вот в этот момент у меня уже, когда все было вот в таких вот, я уже думаю, ну почему мне такие страдания, может я все-таки что-то неправильно делаю, может эти грабли, которые бьют меня по лбу, да, может я все-таки я на них наступаю. Я понял, увидел, что да, действительно, я на эти грабли наступал. Приехал в Израиль, пришел в Ишиву, чтобы узнать, как работает мир. И читаю псалом царя Давида, значит, счастлив человек, которому Бог дает страдания, умиторатотиландену, и исторой своей обучает его, которая спасет его в период больших действий, когда перед злодеями раскроется пропасть. Все, исчезнут злодеи, а останутся только те, которые услышали голос Всевышнего. Вот, сын, мудрец, появляется через страдания, которые дает ему отец. Вот так работает. Второй отрывок. Значит, первый отрывок мы закончили. Формула, напишите свои выводы, что для вас стало понятно, что открылась. Тринадцатая глава, первый отрывок, можете потом зайти в бот, Мишлей, вы же знаете, да, что мы сделали в Телеграме, можно зайти в бот, и каждый отрывок с комментарием есть, на иврите, на русском, все есть там, можно учить, запоминать, пересылать друзьям, то есть, пожалуйста, пользуйтесь, заходите в Телеграм-канал ВАИКРА, в Телеграм-канале ВАИКРА есть бот Мишлей, значит, Мишлей называется бот, а еще вы можете зайти на страницу книги, где продается книга, и там на странице книги, прямо на лендинге, есть, внизу написано бот Мишлей, в котором есть вся книга, бесплатно абсолютно, спасибо спонсорам, спасибо друзьям ВАИКРА, спасибо партнерам ВАИКРА, которые обеспечивают всю эту работу, все, кто нам помогают, у вас есть партнерство, доля в каждом добром деле, в каждом уроке, в каждом ученике, в каждом часе прослушанном уроков Торы, которые мы делаем, а это огромное количество, то есть, вы создаете в этом мире, как партнер, как акции, знаете, только у вас есть акции, которые, они на вечность работают, акции Тесла или Эпла, они только в этом мире можно купить, продать, а акции ВАИКРА, стать партнером ВАИКРА, они на вечность с вами, то есть, это те деньги, с которыми вы придете в вечный мир, скажете, вот мой билет, я был партнером ВАИКРА. Хорошо, поэтому на странице книги, есть там бот, бесплатный бот, Мишлей, вы можете заходить, сами скачивать, и этот отрывок, если вам понравился, запомнился, вы можете разослать друзьям, и можете его, посмотреть на него, еще комментарии, еще его повторить, выучить наизусть, и запомнить, что сын Хахам, он появляется через страдания, и наставления, и моральную дисциплину, которую ему дает отец, а насмешник, он не слышит, не слышит он насмешник наставления, если кто-то смеется, и говорит, да, это ваша секта, вот вы прямо, прочитайте ему этот отрывок, скажете, эх, жаль насмешник, не слышишь ты наставления, вот когда папа, он тебя, значит, где-то треснет, да, в падающем самолете, нет атеистов, когда человек идет на операцию, или не дай бог, у него кто-то болеет, все начинают молиться, все начинают молиться, просить, и так далее, проверено, проверено, лучше этого не ждать, второй отрывок, второй отрывок, значит, он такой, мипри пи иш йохаль тоф, от плодов рта человека, будет кушать добро, дословно переводится, сейчас мы пойдем вглубь, вторая часть отрывка, венефеш богдим хамас, и душа предателей, хамас, это насилие, оно получит насилие, душа предателей, насилие, значит, как это понять, у человека, главный его инструмент, которым он строит свою жизнь, как бог десятью изречениями сотворил мир, так же каждый из нас, своими словами, создает и творит, тот мир, в котором находится, поясню, вот человек просыпается утром, и он говорит, это один вариант просыпания, второй вариант, ой, вообще не могу, я не могу, я не могу, что ж мне так плохо-то, а? Что же мне так плохо-то? еще поспать, зачем мне вставать, ненавижу эту погоду, ненавижу эту работу, ненавижу эту жизнь, все ненавижу, два варианта, кто эти варианты создает? Создают человек своими словами, своим вот этим вот языком, которым он описывает, описывает что-то, да, вот он создает ту реальность, в которой потом он оказывается, теперь, от плодов рта человек будет кушать добро, если ты начинаешь наблюдать за словами, которые ты используешь для описания реальности, то ты будешь кушать добро, например, человека, который ненавидит, дай его спроси, слушай, а если бы ты сейчас заболел, не дай бог, там, плохой болезнью, и тебе сказали, что ты через месяц умрешь, а потом тебе бы сказали, что это была ошибка, как бы ты утром сегодня проснулся? Он сказал бы, я бы проснулся, вау, там, вообще кричал бы, спасибо, а если бы тебя, например, в тюрьму посадить, или там, отправить в зону боевых действий, на недельку, а потом сказать, ладно, возвращайся в эту кровать свою, лежи в этой кровати, что бы ты тогда сказал? Он сказал бы, спасибо Всевышнему. Так и сейчас скажи, что ты сейчас тогда берешь и начинаешь себя уговаривать, что все плохо? Ты себя задипнотизировать хочешь, что все плохо? Ты, как бы, дипнотизер такой Кашпировский, все плохо, все плохо, все плохо. Нет, не надо быть таким, потому что Нефеш Богдим, тот, кто предатель, кого предатель? Значит, мы исходим из предпосылки, что человек все получает в подарок от Всевышнего. То есть, то, что человек утром проснулся, это не его заслуга. Он не создавал себя, ни свою систему иммунную, ни свою систему мышления, ни нервы свои, ни кровеносные сосуды. Даже сердцем своим человек не управляет. Сердце бьется, потому что бьется. Потому что Всевышний сделал так, чтобы сердце билось. Вот сделать так, чтобы от стресса сердце перестало биться, это уже может сам человек, который себе каждый день дипнотизирует, что все плохо, и что должно быть лучше, а оно вот так, и я это не переживу, я это не вынесу. И вот все вот эти вот дипнотические наставления, они могут человека привести к инфаркту, к инсульту, и к другим разным плохим болезням. Поэтому, если человек просыпается, и как написано в Торе, первые его слова, «Моде ани лефанеха» «Благодарен я перед тобой». «Мелых хайве каям» «Царь живой и сущий». То есть, Бог, он царь. Он этим миром управляет, и исходя из моих действий, он мне дает результаты. Поэтому, царь Соломон во втором отрывке, он говорит, от плодов рта человека он будет кушать добро. То есть, у меня есть выбор, у меня есть полная свобода выбора. Даже не верить в Бога. Когда человек говорит, «Я не верю в Бога», это значит три слова. «Я не верю в Бога». Четыре-пять слов. Значит, и все. И какие плоды на этом? Ну, не веришь, ладно. А во что ты веришь? Верю, я в Бога не верю, я атеист. Ну, хорошо, атеиста ты. Что значит атеист? Во что ты веришь? Во что верят атеисты? А я атеист, главное, что я не верю. Ну, хорошо, ты не веришь, а во что ты веришь? Я верю тогда, что я обезьяна. Ну, хорошо, и дальше что? И дальше то, что мне плохо. Ну, вот все. Значит, ты веришь, что ты обезьяна, и тебе плохо. Вот твоя вера. Вот это вот Нефеш Бог Дим, те, кто предают Всевышнего, у них Хамас, у них начинается насилие, потому что в мире обезьян в джунглях, а там только насилие. А если там только насилие, так как же тебе будет хорошо? И не может быть хорошо. Ты обезьяна, которая умрет и исчезнет, которая живет в джунглях. Так что дальше-то? Плохо? Поэтому тот, кто предает своего Творца, Создателя, который дал жизнь всему мирозданию, у него жизнь наполняется джунглями. Это второй был отрывок. Если у вас есть какие-то выводы, запишите, поделитесь. И, значит, всегда есть выбор. Но помните то, что сказал царь Самон. От плодов своего рта будет кушать добро человек. Или не будет кушать добро. Третий отрывок. Значит, «Но цер пив шумер навшо». Тот, кто останавливает, закрывает свой рот, сохраняет свою душу. Сейчас у меня есть хороший комментарий на это. Закрывающий свой рот, сохраняет свою душу. Пусек сватав, открывающий свои уста, михитало, сокрушение ему. Значит, говорит здесь царь Самон, что молчание – золото. Молчишь, за умного сойдешь. Тот, кто закрывает свой рот, он сохраняет свою душу. А открывающий рот, значит, ему сокрушение. Я почему улыбнулся, вспомнил историю одну. Как одна женщина приходит к психологу и говорит, «У меня муж-абьюзер». Современная новая тема. Оказывается, сейчас стали все вдруг мужья-абьюзеры. Говорит, «Он страшный абьюзер. Он вообще не просто абьюзер, он меня бьет. Бьет меня. Что мне делать? Что? Разводиться, в полицию его сдавать. Все. Я, ну там, я не знаю, как дети у нас, как бы все. Он абьюзер». Психолог говорит, «Расскажите, значит, как было дело?» Она рассказывает ему про его там абьюз, все такое. Психолог говорит, «Я дам вам древний старинный рецепт». Говорит, «И он перестанет быть абьюзером». Она говорит, «Какой?» Она говорит, «Вот когда он приходит, вы набираете полный стакан, берете стакан березового сока, обязательно березовый. Берете стакан березового сока, набираете в рот и не глотаете, держите во рту березовый сок и в течение десяти минут вы держите березовый сок во рту и посмотрите, что будет». Приходит она через неделю, довольная, счастливая и говорит этому психологу, «Вы знаете, действительно, вообще все изменилось». Он приходит, и у меня березовый сок во рту, пятнадцать минут, и у нас потом прекрасный вечер. Что же это такое? Что за чудо? Он ей говорит, третий отрывок, Мишли, тринадцатая глава, третий отрывок, «Закрывающий свой рот сохраняет свою душу, а тот, кто открывает свои уста, ему сокрушение». Вы просто перестали на него ругаться, критиковать, нападать, оскорблять и так далее. И он, конечно же, не будет делать ничего, что он делал вам, то, что вы называете абьюзом. Царь Соломон здесь, это относится и к женщинам, и к мужчинам. То есть, человек, если он даже утром просыпается, он может себе вредить, своим разговорам, если люди себя ругают, оскорбляют, обзывают, унижают, себя внутри, у себя в голове. В разговоре есть люди, обижают других людей, говорят сплетни, говорят злоязычие, лошонара, нападают друг на друга. Царь Соломон говорит, слушай, хочешь сохранять свою душу, хочешь, чтобы тебе было хорошо, закрой свой рот, сохранишь свою душу, открываешь уста, имеется в виду, по секс-фатавы, это тот, кто критикует, нападает, делает замечания, рассказывает про других злоязычия, говорит все эти плохие вещи, плохие новости. У меня было, зачем далеко ходить, я пришел как-то домой и рассказал жене плохую новость, просто не, вообще, не касаемо, не касаемо, вообще, наших отношений, просто плохая новость. Значит, но у нее, я же не знал, что это плохая новость, а у нее была своя плохая новость, свое какое-то настроение, свое то, пятое, десятое. Я рассказываю плохую новость, и это была как искра, которая, я еле сохранил свою душу, Я потом думаю, лучше бы я вообще никаких плохих новостей, ничего, только хорошие новости. Есть известная история про одного раввина, когда он заходил домой, и он старенький уже был, ему 75 лет было, и он поправлял одежду, он поправлял одежду, и его ученики говорят, а что, я же к жене захожу, это для меня очень важно, это как самый важный гость, самый важный человек в моей жизни. И говорит, ну одежду поправить это одно, а говорит, самое главное это настроение, улыбка, эмоциональное состояние, чтобы я в дом не занес никакого негатива. Такой вот великий был раввин, который дал нам такой урок, что даже если ты что-то собираешься сказать, пусть это будет хорошее, но даже хорошее, ты должен быть осторожным, потому что то, что для тебя хорошее, другого человека может легко обидеть. И последний сегодня отрывок у нас, а нет, еще четвертый и пятый. Хорошо, тут вы тоже для себя сделаете заметочки, что для вас открылось. И четвертый отрывок, четвертый отрывок у нас такой. Значит, Четвертый отрывок, он нас переносит в сферу другую, значит, мы переносим в другую сторону, сейчас царь Соломо нас поворачивает из разговоров в сферу целей и желаний, постановка целей и желания. Говорит он в четвертом отрывке так. Митава ве айн на вшо ацель. Вожделеет и нету у него, у ленивца, душа ленивца. Значит, Ленивый человек, вернемся к примеру про диван. Сидит ленивый человек на диване, И он вожделеет покушать. Хочу покушать. Хочу прям есть, хочу. У тебя бы сейчас поел бы что-то вкусного. Как я вспоминаю анекдот один, один очень был такой, у меня знакомый, я был его знакомый, друг, советник, у меня все это переплетается, что клиент. И он был очень богатый, очень активный такой. И он, его любимый анекдот был как раз иллюстрацией этого отрывка. Еще раз скажу отрывок. Вожделеет душа ленивого и нету у него. А душа, хоруц, хоруц это прилежный, работящий такой, хоруцим это такие, знаете, зарис, быстрый такой, прилежный, расторопный. Душа прилежных и расторопных, она, ты душа, она жирнеет, пышнеет, и он такой становится упитанный такой, да. То есть он получает то, что вожделеет. Значит, ленивый вожделеет и не получает, а прилежный, расторопный вожделеет и получает. Вот простой перевод этого отрывка. А вот этот вот очень богатый, расторопный человек, он был очень расторопный. Он всю жизнь работал как зверь, как заведенный. Заработал 300 миллионов долларов, ну, то есть он богатый, хотя начинал таксистом. В советское время еще работал таксистом, делал ремонты там. Он говорит, у меня такие мозоли были, что я мог сковородку на руку поставить. Так он описывал свои мозоли, ремонт он делал. И он говорит, его анекдот любимый был такой. Значит, один человек, такая была семья очень ленивых людей. И они прямо лежали по диванам все, вся семья. И такой ленивый сын маме кричит, мама, рыбу хотите? Она говорит, она ему в ответ кричит с дивана, хочу. Он говорит, так встаньте и сделайте, встаньте и приготовьте. Она говорит, нет, тогда не хочу. Он говорит, ну тогда лежите и не говорите о том, что вы хотите. Ну он чуть грубо это говорил, матами. Он говорит, так тогда лежите и не говорите, что хотите. То есть он так этот анекдот всегда рассказывал тем людям, которые хотели заработать, хотели стать богаче, хотели. Но он им говорит, так сделайте. А они говорят, нет, тогда нет. Он говорит, так тогда не говорите, ну лучше не говорите, что вы хотите. Вот это вот была иллюстрация на этот отрывок. Значит, когда человек вожделеет и он не делает, то он не получит. И тогда его вожделение, дальше там есть у него отрывок царя Соломона, что неисполненное вожделение, оно приносит человеку стресс и болезни. То есть когда он хочет, не делает, не получает, то ему плохо. Как же так, вот я не получаю то, что хочу. А реализованное вожделение, да, когда ты хотел, получил, хотел, получил, хотел, получил, есть такой гормон, дофамин называется. Он вырабатывается при получении желаемого. И от него вырастает уверенность, иммунитет, улучшается работа мозга. То есть получается это как такая цепная реакция. Тот, кто хочет, не делает, не получает, у него вырабатывается кортизол, такой гормон стресса, типа у меня нет того, что я хочу, мне плохо. Ему от этого становится еще хуже, и он даже может заболеть, падает иммунитет. Тот, кто хочет и делает, и получает, у него вырастает уверенность в себе, радость от жизни, удовольствие. Все это зашифровано в четвертом отрывке 13 главы притчи царя Соломона. Она вожделеет, и нету у него ленивый, а душа расторопных и прилежных, она наполняется и жирнеет. И последний, пятый отрывок, тогда коротко очень, да? Двар Шагер и Сна Цадик. Слова обмана ненавидит цадик, праведник ненавидит обман. Злодей позорит и позорит, позорит и позорит. Злодей любит говорить гадости, плохие вещи на других людей. Это его, как бы, свойства и суть его. И, как мы знаем, что злодею в итоге хорошо не будет. Все его зло на него уже возвращается. Праведник ему в итоге будет хорошо. Поэтому праведник, он не слушает пустые, позорящие, лживые, негативные разговоры про других людей. И поэтому новости праведникам смотреть нельзя вообще. Он не читает и не верит. Он просто ненавидит обман. Я читаю, я смотрю новости. Мне важно знать, как, куда развивается мир. Но я конкретно смотрю новости каждый раз через вот этот отрывок. Что я знаю, что это обман. Каждая новость, которую подают нам СМИ, это конкретный, прям конкретнейший обман на 100%. Поэтому, когда вы понимаете, что новости, они обман с целью манипулировать вашим сознанием, и вы заранее знаете, вот это все обман, только я хочу понять, как они пытаются манипулировать моим сознанием. Как они извращают факты для того, чтобы меня в чем-то, ну, как сказать, вот, например, в Израиле все СМИ, они левые. Левые, это они поддерживают, поддерживают идеологию. Ну, левые, это, ну, левые, в общем, такое само название говорит за них. И вот как они антирелигиозные, как они прямо против религии, как они пишут, что вот ортодоксы нас там чуть ли не обкрадывают. Это такой обман. То есть это понятное дело, что им конкретно за это платят. Прям вызывают журналиста и говорят, слушай, давай сейчас кидаем прям, как можно больше очерни, ортодоксов. Вот кто сильнее очернит, получит премию. Получит премию 100 долларов. Понятно? И журналисты, да, понятно, понятно. И давай очернять, придумывать. И редактор сидит, говорит, вот ты молодец. Ты так очернил, так ты извратил вот этот вот маленький факт. Ты столько из него выжал ненависти и негатива, что просто вообще, ну вообще вот просто человек, который нерелигиозный, прочитает, он просто ненавидит будет этих писатых, да. И когда ты читаешь, понимаешь, что это все негатив, что это все ложь, ты можешь тогда попытаться выделить какие-то крупицы факты, вокруг которых накручена вся эта ложь. Это то, что нам царь Самон сказал. И на сегодня мы заканчиваем наш урок. Я надеюсь, что вам царь Самон разъяснил духовные законы, которые нам, вернее всем, мне, например, становится намного понятнее, как работает мир. Слава Богу. И я думаю, что после того, как мы изучаем Мишлей, самое время помолиться Всевышнему, сказать, что я стремлюсь понять, как работает мир, хочу только, только хочу одного, чтобы ты мне показал правильный путь. Вот так нужно просить Всевышнего, чтобы я выполнял твою волю, я хочу реально знать, как все работает, и выполнять волю Всевышнего. И Всевышний вам тогда даст правильные знания. Всевышний на ваше намерение, Он вам даст правильных людей, правильные события, правильные книги. И если ваше намерение, вот самое главное намерение, служить Всевышнему, быть добрыми, быть правильными, Быть праведниками, выполнять волю Всевышнего И для этого вам нужна хорошая, добрая жизнь, здоровье Вы не хотите, чтобы Всевышний вас вел через страдания Как отец, который воспитывает сына умного Он его ведет через страдания Вы говорите, отец, веди меня через ум, через знание, через понимание Не надо меня вести через страдания Я сам хочу разобраться Вот я Мишлю Виш уже учу, я учу там еще какие-то вещи, книги И выполняю то, что я понимаю, что это правда, я это делаю И Всевышний тогда даст нам всем прекрасный год Запишет нас сейчас Рожа Шана Как раз самое время на себя брать какие-то новые планы в развитии, в духовном И Всевышний нам даст хороший год Запишет книги жизни, благополучия, здоровья Чтобы были очень много ресурсов Чтобы мы с вами стали проводниками Божественного Света Радости, добра, благополучия, мира Все это имена Всевышнего Шалом, это как раз главное, к чему мы должны стремиться Шалом в душе, шалом в семье, шалом с близкими и шалом в мире В мире может и должен быть шалом И все только зло, оно устраивает зло и обман Устраивают вот эти все разногласия и так далее То есть можно жить в мире, и мы будем скоро жить в мире с Божьей помощью Все, всем хорошего дня и до завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok